Между тем, в сезон простудных заболеваний активизируются мошенники, которые занимаются производством фальшивых лекарств. Спрос на различные препараты большой подделывают самые популярные. Дмитрий Зайцев о том, как отличить фальсификат от заводской продукции, что грозит тем, кто занимается нелегальным бизнесом. На скамье подсудимых ростовский бизнесмен Олег Рассохин. По версии следствия, он организатор целого преступного сообщества. На территории собственного склада в городе Шахты мужчина вместе с сообщниками открыл фабрику по производству фальсификата. Подделывали дорогостоящие лекарства для онкобольных. Я искренне и глубоко сожалею о Садеевном, что честь приношу извинения всем, кто мог пострадать от моей деятельности. Сейчас следователи выясняют, какой ущерб здоровью могли нанести самодельные микстуры. Свою продукцию мошенники сбывали в аптеке Ростовской области, Северного Кавказа и даже Москвы. И подобных случаев сотни. Только за прошлый год по всей стране Росздравнадзором из оборота были изъяты без малого полторы тысячи серий лекарственных средств. Здесь и откровенные фальсификаты, и препараты, незаконно ввезенные за рубежа. Мы решили провести свою контрольную закупку и узнать, насколько качественны медикаменты в столице. Покупаем то, что чаще всего подделывают анальгин, аспирин и парацетамол. Аптеки выбираем разные. От известных сетевых до одиночных на окраине. 7,8, другой 30 пакетов. А что за фирма? Это один из вас из Германии. Целую горсть таблеток отправляем в лабораторию. Экспресс-анализ должен определить, соответствует ли состав препарата. Регламенту анализ длится всего 10 секунд. Система дистанционно считывает состав таблетки и сразу же выдает предварительное заключение. Данный препарат у меня дает отрицательный результат. Это означает, что спектрометр забарковал анальгин, купленный в аптечном пункте без внятной вывески и названия. Подозрительный образец отправляют на подробный химический анализ в лабораторию. Позднее наши опасения подтвердятся. В составе таблеток обнаружат посторонние примеси. А вот аспирин и парацетамол окажутся качественными. Подобные проверки Росздравнадзор проводит регулярно. Исследования показывают, что год от года процент подделок все же снижается, уступая место банальной халатности. Иногда, как говорится, прицел сбивается у самого производителя, где-то нарушает технический регламент выпуска. Часто производители при регистрации допускают ошибки в расчетных формулах. Мы также пишем измечания и иногда бракуем. Если лабораторные исследования подтвердят грубые нарушения производства, контролирующие органы вправе лишить фармацевтическую компанию лицензии. Впрочем, в последние годы такие случаи редкость. На сайте Росздравнадзора представлен черный список лекарственных средств, изъятых из обращения. Набираем, к примеру, анальгин. На экране все данные производители, название бренда и номера забракованных серий с указанием причины. Вот, например, анальгин браковался. Например, была часть ампул с белым налетом на поверхности. Больше всего некачественных препаратов выявляют в интернет торговле лекарствами. В нашей стране она запрещена, но не успевают надзорные ведомства закрыть один сайт, как появляется еще десяток. Удостовериться, что перед вами настоящий препарат, а не подделка, можно при помощи лампы ультрафиолетового света. Некоторые производители медикаментов наносят специальные маркировки, которые читаются только при таком освещении. Вот здесь, кстати, метки отчетливо видны. О скрытых элементах защиты того или иного препарата всегда можно узнать у производителя, позвонив на горячую линию. По этому же телефону, указанному на упаковке, легко выяснить и конкретные адреса аптек, куда лекарства поставляются официально. Дмитрий Зайцев, Вадим Денисов, Михаил Симаков, Павел Волконский и Лилия Зорина. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова